Рекламно-информационная программа. Крупный план. Начало второго в нашем городе. Добрый день. У микрофона Владимир Сметанин. Владимир Маматов, пресс-секретарь компании Вятич, на своем месте приземлился. Родное место, насколько я понимаю, в последнее время, потому что, напоминаю, Владимир еще не только в масштабах нашего города вещает, но еще и на всю страну. И очередной эфир с федеральными нашими коллегами состоялся вчера. Это была запись. То есть 1 октября она выйдет в эфир на федеральном эхе. А пока мы вернулись к родному Кировскому. Ясно. Там у вас какие-то недомолвки возникли, что-то хотели поговорить, но не получилось. Ты о чем и начинал? Да я про интересного человека, к которому у меня неоднозначные отношения. Ну вот как-то, не знаю, больше, надо сказать, скорее он как-то вне поля моего зрения вообще находится. Я имею в виду господина Стерлигова, который продавал в нашем городе несколько лет назад хлеб по 500 рублей за буханку. Я не помню. Там это 500 до 2-300 у него доходили. До 2-300. Ну вот еще раз повторюсь. Вообще вне как-то поля моего восприятия человек находится. Я его воспринимаю как, ну, такого, знаешь, фрика. Фрика, я бы сказал, и все. Ну да. Ну, не более. Ну, я не хочу тем самым обидеть людей, которые... У него закрылись прекрасные крестьянские лавки буквально на той неделе. Они признаны банкротом. Стерлигов объяснил это тем, что он не хочет платить арендаторам. Надоело ему это дело. И всю эту он суматоху, связанную с коронавирусом, тоже как-то обозвал, да, все эти маски, ограничения? Детали я уже не помню, а от него можно... Все это как-то вот ему по боку. Ну, понимаешь, Стерлигов сам по себе, по характеру, по устройству своего организма, это хайпажор. То есть человек, который ищет любой способ стать нас в уху, стать известным и так далее, и так далее. То есть вот моральные, этические, эстетические оценки давать товарищу Стерлигову, дело довольно скучное. Меня он, скажем так, будирует именно в вопросе того, что он производит якобы натуральные продукты. И даже несколько лет назад он замахнулся на то, что, я помню прекрасно этот эпизод, несколько лет назад здесь, в Кирове, он заявил о том, что, точнее, его последователи начали делать настоящий вятский квас. Настоящий. Да, и даже я помню... Если мне не изменяет, мне память, где-то торговая точка на Горбачево где-то. Да, где-то там совершенно правильно. Перекресток Ленина-Горбачево. Понимаешь, меня со Стерлигом связывают два эпизода. Первый, когда Саша Гамов из комсомольской правды на пресс-конференции Путина, мы сидели на соседних рядах, да? В 2014 году, да? Нет, нет, это было в 2015 или 2016 год. А, это позже уже было. Саша Гамов меня попросил подменить его на радио «Эхо Москвы», потому что его тащат в Кремль, там какой-то фуршет, банкет, чего-то там, но он заслуженный там, там негде пробовать ставить. Саша заслуженный журналист. И получилось так, что мы несколько раз общались на этих пресс-конференциях. И как бы, ну, я говорю, хорошо, давай я съезжу после пресс-конференции. Я ничего не думаю, вот абсолютно спокойно. Я не знаю, что там, кто там. Я захожу в студию, там идет передача, где Герман Стерлигов принимает звонки, идет прямой эфир, и я как бы его собеседник в этом прямом эфире. Параллельно подметает, там пыль со стола, да, своей бородой. Чрезвычайно забавно, там масса смешных эпизодов. Первый из них это то, что он, естественно, заявлял о том, что ученые это страшное зло, их всех надо вырезать, почекать. Они несут просто разрушение и так далее, и так далее, и так далее. Но когда идет звонок в прямом эфире, Герман тут же объясняет своим слушателям, что, а почему наши продукты такие отличные, почему наша вода и все остальное такое качественное. Потому что микроэлементы, потому что состав... Вроде как бы с научной точки зрения, да, он пытается все это обосновать. Да, совершенно правильно. Я тут же как, ну, чтобы не портить человеку поляну, я тут же в перерыве объяснил, что, Герман, ты или же трусики, или же крестик, то есть, или же ты собираешься почекать ученых, или же из своего спича, базара, по-русски говоря, ты почисти вот все эти микроэлементы, там, химический состав, ты это все убери. Давай уж тогда каким-то волшебством, не знаю, божественным проведением объясняй все эти вещи. Ну, нет, естественно. Но потом, забавный момент, когда он приехал сюда, он был на эхе здесь сходят, нас собирали, ну, вот мы общались как-то. Нет, по отношению к самому... О, я вспомнил, да, он приходил со своим сыном, у сына был такой огромный кинжал, господи, я еще тогда подумал, видели бы полицейские, наверняка дело возбудили. Ох, ладно. Ну, сам Герман, отношение к нему, это бог с ним, но это забавно, на самом деле. То есть, ну, фрик и фрик, да, согласен с тобой. Ну, забавный такой. Почему? Я считаю, что фрики должны быть. Они будоражат общество. Ну, лишь бы они не были агрессивными, да, знаешь, и физическим и моральным насилием по отношению к обществу не занимались. Но то, что делал Герман и делает, ну, не знаю, насколько у него останется пыл после закрытия этих крестьянских, в кавычках, лавок, тоже в кавычках, дело в том, что он как сделал? Он начал продукты, которые производят вот эти специально обученные, там, православные девственницы в кристальных условиях, там, взятых с 19 века, да, вот эти продукты начал продавать втридорога. То есть, он пытался, пытался внедрить в мозг потребителя, что, если это качественно, если это сделано натурально, это дорого, это очень дорого. То есть, дорого до такой степени, я не представляю, то есть, я себе представляю количество людей, которые в Москве могут покупать хлеб по 2-300, да, их очень немного. Немного? Конечно. Даже в Москве? Ну, представь, ну, из 20 миллионов, 10, там, 12 официально, там, еще миллионов 8 неофициально, из 20 миллионов, если у тебя 100 тысяч наберется, это, ну, это невероятно, огромный, гигантский. Смотря, где торговую точку поставить, если в районе Госдумы где-нибудь, я не знаю. Володь, вопрос доходов, просто доходов. Ну, сколько у тебя человек в Госдуме, ну, не смейся. Он 450. Он 450. По конституции. В процентном отношении к населению города Москвы, то есть, там вот такая крупинка соли, не знаю, в цистерне воды, понимаешь, то есть, и... Да маркетинг у него тоже хромал, надо признать, продвижение продукции, что это такое, раз это экологически чисто и сделано девственницами, надо за это платить дорого. Да, надо платить очень дорого, и тем самым он, во-первых, он свернул голову, мозги запарил. Огромному количеству людей, которые начали, увидев его якобы успех, да, наивно поведясь вот на все это, они начали открывать вот эти крестьянские лавки и так далее, и так далее. У меня знакомые в Рязани, интересные ребята, фирма у них, три крестьяне, я как-то ездил. Вот, они как раз фермерскими продуктами торгуют. То есть, там действительно производство, действительно кустарщина, ну, вполне адекватное качество, они пытаются развиваться, у них несколько магазинов они поставили. Тамковые ребята. Так вот, они, увидев зрелище, значит, успеха Германа, они это подхватили, и начали меня засыпать вопросами, как я отношусь, вот что сделать, вот что можно еще тут предпринять. На полном серьезе, да? Да, на полном серьезе. Я говорю, ребят, очнитесь, то есть, это вас развели. Нет, ты не понимаешь, ты не понимаешь. Все, то есть, это секта, это вот, это бесполезный разговор абсолютно. То есть, я не собираюсь, и не собирался, и не собираюсь, и не собираюсь собираться бороться с сектантским мировоззрением, в принципе. Это неинтересно. Вот. И в итоге они только года через полтора очнулись, и поняли, что, ну, Герман это Герман, мы это мы. Все. Все. И он таким образом, во-первых, запарил мозг большому количеству людей по стране, во-вторых, он внедрил идею о том, что все натуральное должно быть дорого. Это чушь. То есть, у меня простое совершенно убеждение, оно вытекает из моего знакомства как раз с продукцией Вяча, о том, что, да, хорошее натуральное, оно должно стоить вот столько. Оно не может стоить бросовых денег. Вот этот классический пример, мы его приводили, еще имеет смысл его привести. Ты заходишь в любой маркет, да, в супермаркет, в гипермаркет, просто магазин у дома, и ты видишь питьевую воду. При стоимости там где-нибудь рублей 80 за литр, да, условно говоря. Ну, это мы киров имеем в виду. Да. Нет, ну, дороговато все-таки. Ну, даже братья с лиценок в тех же киосках известных, там 3 рубля за литр продается водичка. Нет, ты имеешь в виду не бутилированную. В розлив, имею в виду. Да, ну, в розлив не надо смотреть, надо смотреть товары, которые сопоставимые стоят в магазине. Вот у тебя какая-нибудь бунахва, да? А, ну, это имеешь в виду транснациональная бренда. Да, она дороже, чем местная. Ну, во-первых, во-вторых, ты возьмешь какой-нибудь там спрайт, фанта, кока-кола, без разницы, что? Вот из этой линейки. Полторашка в районе сотни. Сваткой газировки, да. Дальше ты представляешь себе технологию изготовления. Ну, про воду это все понятно. Все, что там происходит, это очистка воды. Вот представь себе, ты наливаешь из водопровода эту воду. Водопровода. Да, ну, без разницы. Давай не будем навязки. Ой, а почему нет? Переходить. Нормально. Путепровод, водопровод. Диалекты давай. А почему нет? Может, своеобразие наше такое. Так вот, водопровод, да, все-таки? Водопровод. Водопровод. Слушай, я окончательно акклиматизировался. Водопровод, путепровод. Так вот, из-за водопровода ты наливаешь эту воду, потом ты ее чистишь. Окей. Но она у тебя каким образом превращается в 100 рублей, да? Ну, условно говоря. Магия. Магия. Магия с последующим разоблачением. Потому что я тебе могу сразу сказать, что стоимость тары, она превышает стоимость самой воды. Это раз. Это точно так же, как с чипсами, да? То есть тебе вот, когда ты берешь пакет чипсов, как ты думаешь, сколько стоит в нем картошка? Не задумывался никогда. Это очень просто, Володя. У тебя упаковка чипсов, допустим, стоит 35 рублей. Картошка, которая там внутри, она стоит у тебя 5. Все остальное, это металлизированная фольга с печатью, это логистика, это реклама. Удивительный бизнес, когда сам продукт стоит дешевле, чем упаковка к нему. Вот то же самое. Хороший японский, как говорится, да? Ну, вот то же самое, я уверен, с бутилированной водой. То же самое с Кока-Ковой. Потому что сам по себе сироп, это копейки, вода та же самая, та же водопроводная, обычная вода, просто чищена. Ну, два-три фильтра и все. И вот, все это в сочетании тебе дает огромную совершенно прибыль, фантастическую. То есть, великолепный пример. Ну, это происходит только потому, что люди не понимают, что они покупают. Вот, возвратившись к Герману, ситуация, настоящий качественный продукт, тот же квас, тот же пиво, конечно, безалкогольное, оно не может стоить ниже определенной планки. Не может. Буквально месяц назад мне из Союза пивоваров, они перекидывали инсайт на тему того, что транснациональные компании, там они проводили по концу года совещаний, ну, это у них январь-февраль, где-то было. То есть, они обсуждали предыдущий год. И там они с большим удовольствием, удовлетворением, с большим пафосом рассуждали о том, как им удалось качественно и быстро завоевать российский рынок путем демпинга. То есть, вот эти... Я немножко не понимаю, почему этим стоит гордиться. Ну, это прекрасно. Они занимают все большую и большую долю рынка. То есть, спрос на их товар увеличивается. Хотя статистика... Не, ну, если судить с точки зрения бизнеса, с точки зрения реализации экономической стратегии, ну, это, да, победа, чего уж. Да, они отжимают методично и спокойно отжимают. Вот в прошлом году, несмотря на то, что они рапортовали радостно, в прошлом году по статистике доля импортного, так называемого, в кавычках, импортного, да, то есть того, который варится по лицензиям пива безалкогольного, разумеется, в бывшем Советском Союзе, она упала. Там немного, там 2-3-4 процента она упала. То есть люди начали делать выбор больше в сторону местных производителей. Это, с одной стороны, радует, но сам разрыв не впечатляет. То есть 3-4 процента по сравнению с общей тенденцией, которые, ребята, 10 или 15 предыдущих лет наращивали долю, а сейчас немножечко подвинулись. То есть не может качественная хорошая вещь стоить дешево, просто не может. У тебя, в отличие от воды и в отличие от газировки, у тебя нет варианта, что ты взял воду, очистил, или взял воду, разбавил ее с сиропом и газировал. У тебя минимум оборудования, минимум затраты, никакого температурного режима у тебя в принципе нет. Ну, вообще, в принципе нет. То есть огромные расходы сначала на нагрев, а потом на охлаждение у тебя исчезают. Длительность процесса, ну, это микроны, по сравнению с 30 днями, когда у тебя готовится безалкогольное, разумеется, пиво. То есть все это не может стоить вода дороже, чем пиво безалкогольное или квас. Не может. Но на полке оно стоит. Вот такая интересная головоломка, которую всякий должен решить для себя, на самом деле. А с Германом, вернувшись еще раз, то есть это был классический пример хипожорства, да. И вот как раз буквально полчаса назад интересовались, могу ли я выступать на передаче, посвященной нашим брендам за рубежом. Ну, может быть, я и смогу, потому что у меня пара знакомых в Москве, там, которые возглавляют компании, то есть при Росконгрессе, которые занимаются как раз рекламой российских брендов за рубежом. Но, насколько я понимаю, там все очень печально. Вот просто очень печально. То есть никакого реального, настоящего продвижения русских, ну, отечественных, да, будем говорить, товаров за рубежом у нас нет. Ну, подожди, тут рубеж-то, рубежу рознь, конечно. Если брать те же страны третьего мира и страны развитого капитализма, как принято говорить, это все-таки... Понимаю, в чем дело, вот мы сейчас... С нашими товарами в том же Евросоюзе, в США, да нафиг мы не нужны. Нет, Володя, смотри, мы экспор... Нет, это очень большое заблуждение. Мы экспортируем в Китай. Глобальная проблема в том, что мы экспортируем в Китай, это транссип, то есть доставка. Мы, ты имеешь в виду, предприятие, конечно, мы экспортируем в Китай, все правильно, но у нас уходит туда слишком мало, то есть поставки маленькие по объему, исключительно из-за того, что тариф существует на вывоз, на транспортировку транссипа, он высок, очень высок, длительность транспортировки очень высока, и в итоге квас оказывается в два, а то и в два с половиной раза дороже, чем он должен быть на китайском прилавке. А в Китае с ними конкурируют заводы Кока-Колы, тот же самый построенный там уже не один год, который прекрасно работает по китайскому рынку. Анекдот. Вот смотри, китайцы нашу пищевку готовы оторвать с руками. По одной простой причине. Имидж наших товаров в Китае, он чрезвычайно высокоположительный. То есть они считаются экологически чистыми, натуральными и так далее. Ну, учитывая, что у китайцев ситуация с экологией швах, то их реакция понятна. Так исторически повелось, видимо, да? Да. Но при этом мы вынуждены по ценнику конкурировать с американцами, которые уже стоят там в виде заводов. Опа! Что мешает, мне задавали этот вопрос, что мешает Вятичу построить завод в Китае, ребят? Ну, прям... Нет. Ну да, я бы задал тоже такой вопрос. Ничего не мешает. Ничего не мешает. То есть у нас в стране была проблема раньше дуракие дороги, 2D. Сейчас у нас 3D. То есть длинные, долгие деньги. То есть если была возможность под какими-то 2-3% получить кредит на 10-20 лет, для того, чтобы отбить просто его фактически, да, тогда вопрос строительства заводов в других странах не стоял бы. Он тут же бы осуществлялся. У американцев эта возможность есть, поэтому это идет экспансия американских товаров. Все. У нас этого нет. Но плюс, самое главное, даже вопрос с Транссибом могли бы решить. Он не решается. Ну, это головная боль, о которой, по-моему, весь бизнес говорит, который так или иначе связан с перевозками, что монополия одной компании и большие расстояния, и невозможность альтернативы найти. Монополия одной компании, и насколько я... Она может позволить себе загибать такие тарифы, которые ей заблагорассудят. Насколько я понимаю, самое главное, это незаинтересованность в экспорте российской вообще за рубеж. Да. Ну, вот так глобально. Что они это делают под предлогом, не знаю, какой-то национальной безопасности. Володь. Не дай бог, что утечет наша... Ну, это я так фантазирую. Да, то есть что утечет? Наш глаз утечет в Китай? Да, ну, это сильно. И с глазом утекут. Это наши мозги. Да, конечно. Еще оставшиеся здесь мозги и силы. Ну, то есть нет. Именно вопрос экспорта, вопрос... Вообще вопрос продвижения наших товаров, он имеет сразу... Вот мы еще раз вернусь к Герману Стерлигову. Дай им бог здоровья. На новом поприще, который, надеюсь, он все-таки найдет. И оно будет не настолько фриковое и помпезное, как было. Ну, помнишь вот эту ситуацию с Вятским... Настоящий Вятский класс. Он даже умудрился. Его последователи тут умудрились сделать один раз. Потом выяснилось, что специально обученных православных дестаниц, которые там где-то в Чане это все варили, у них проблемы с медкнижками возникли. И вообще с санитарей на производстве. Ну, к санитариям сейчас поговорим, потому что тоже, кстати, вопрос не совсем понятный людям оказывается. То есть вот у него, на самом деле, вопиющий момент, когда он на нашем местечковом уровне пытается сыграть на каких-то вот этих маргинальных, моей точки зрения, настроениях. Типа, там, исконно-посконно, вот настоящее, такое вот просто все. А все кругом нас травят, с экологией у нас все плохое, и выход только один, настоящая натуральность. Ну, ход известный, фишка известная. Мне не нравится это, в принципе, когда я вижу ролик, где последователи этого бородатого гоноида, они кидают... Ну, гоноид это вот... Надо пояснить. Да, это непонятно. Просто меня попросили в одном эфире не обозначивать Германа, потому что они боятся исков там с его стороны за унижение и все остальное. Я-то не очень боюсь, я готов посудиться с Германом. У меня радиостанция, видимо, не всякая. Так вот, обозначить его как-нибудь иносказанием. Я обнаружил, что стерлидь, да, ну, фамилия стерлига, рыбка стерлидь, да, вот, стерлидь относится к отряду хрящевых гоноидов. Вот я стерлиг его там называл просто бородатым гоноидом. Вот как-то мне это нравится. Так вот, бородатый гоноид, он устроил этот хипиш. Ну, вятский хваст, без нашей, кстати, помощи, но настоящий вятский хваст уже быстро прекратили, потому что там именно антисанитария. Я даже не помню, он вообще... Был он в природе-то вообще? Нет, он был в природе. Якобы настоящий. Причем стерлигов даже записал ролик, где он всем рекомендовал настоящий вятский хваст, в отличие от того, с которым говорили у президента, да, и у которого Тимати рекламировал. То есть вы, ребята, не обращайте внимания на это. Вот настоящий от меня, от гоноида, значит, хвастук. Но видишь, фишка в чем, что стерильность сама по себе производства, это действительно не очень понятно. То есть ведь анекдот в том, что на самом деле о том, что бактерии вызывают гниение продуктов, да, порчу их, это стало известно, сейчас тебе скажу, 1860-й год, там, 54-й год. Достаточно поздно, да, в рамках истории мира цивилизация до этого дошла. Нет, до этого просто люди не предполагали, что это вызывается болезнетворными организмами. Ну, философ Бэкон вообще скончался от того, что он, ну, ты знаешь, да, об этом, что он же изучал влияние холода, если не ошибаюсь, и он открыл, что холод затормаживает процесс этих жизнедеятельностей болезнетворных бактерий. И в конце концов простудился и помер. Да, интересно, да, век живи, век учись. Так вот, Пастера, он установил, да, болезнетворные организмы, он неправильно дал там определение, но в целом идея была верная. Так вот, за последние, грубо говоря, считаю, 150 лет, вот за это время процедуры пастеризации, консервации, они развелись и прыгнули настолько, человек не отдает себе отчету, что он бы не мог ничего этого купить, практически ничего в магазине, просто потому, чтобы это испортилось, не доехав, или портилось бы на прилавке. И проблема была в том, чтобы, что продукты бы начинали портиться прямо в магазине. И это было, да. Вот пастеризация, консервация, вот эта стерильность, в первую очередь, производство, она позволяет этого избежать. А у бородатого гоноида, у него были как раз проблемы именно с этим, потому что гарантировать на каждом этапе химическую чистоту, это затраты, это время, это обучение персонала, потому что никто ведь не понимает, что после каждой варки все емкости навязчиво надо промывать. Надо продувать азотом, понимаешь, который убивает, все дает размножаться бактериям, их убивает фактически, то есть просто прекращает доступ к кислороду, они не существуют без кислородной среды. Вот. То есть в этижь заказывают моющие средства тоннами, понимаешь, тоннами. То есть это отдельная статья в бюджете, промывка оборудования, стерильность и так далее. Сейчас дымохозяйки спросят, а не попадают ли эти моющие средства в продукцию? Насколько тщательно вы моете? Ребята, не беспокойтесь, если у нас вода... Есть такие люди, которые щепотелематность? Нет, вода у нас чистится, ультрафиолет, минеральные фильтры, то есть, ну а вот потому что она азианская, она еще прогоняется там через кучу вещей, и шансов на то, что что-нибудь попадет, дело в том, что если что-нибудь попадет, фарфас, это вот танк, бак. Да, о котором мы говорили в предыдущих передачах. Мне очень нравится название фарфас, у него есть что-то романтическое, вот, видимо, от Шекспира. Так вот, там 70 тонн. Можно себе представить, что такое попадание любой ненужной бактерии в 70-тонную емкость, да? То есть 70 тонн товара, 70 тысяч литров на секундочку, у тебя могут исчезнуть. Никто этого не то что не допустит, это там все сделано для того, чтобы оно не было. Один из моментов — это бесконтактный розлив, конечно. Мы вот как-то о нем говорили в отношении безалкогольного, разумеется, пива, да. То же самое и с классом. То есть там надо смотреть. Вот я все-таки, мне, кстати, на «Эхо Москвы», на «Федеральном» предложили ввести, как бы, скайп непосредственно из цеха. Я вот подумаю, можно ли там это сделать, да? Интересная мысль. Да, интересная, потому что понятно, что в грохоте этих самых упаковочных, разливочных линий этого не сделать, то есть звука не будет. Но где-то, наверное, как-то можно подумать и попробовать. Я не знаю, как там идет сигнал, там куча металлических конструкций, насколько он будет вовиться. Тоже отдельно. Ну, надо и технических специалистов, безусловно, в том числе привлекать. Так вот, достаточно один раз посмотреть, там «Кронос» стоит, «КХС», да, немецкие фирмы. Вот на самом деле упаковочная, разливочная, точнее, линия, она производит впечатление, вот это как роботы, знаешь, из этих фантастических фильмов, там множество щупалец, которые одновременно летят, да? То есть вот, грубо говоря, она напоминает карусель, такую небольшую, да? Откуда постоянно вот эти лапы выскакивают с наливающимися бутылями, да? То есть из маленькой пластиковой формы заготовки, да, заготовки. Гильза, по-моему, ее называется. Я не помню, как она называется. Она выдувается полтора, туда опускается трубка, все это выбьет в атмосфере азота, потому что азот по-прежнему закачивается, и бесконтактно наливается по этой трубке в саму бутылку. Все это происходит со страшной скоростью совершенно, все это также быстро упаковывается, и фишка в том, что там нет людей. То есть у тебя сам продукт не контачит, не с людьми и не оконтачит с воздухом. То есть, ну, понятно из-за этого, что именно из-за стерильности мы можем гарантировать, что он так долго будет храниться. У нас время рекламы подошло, прям середина часа как-то незаметно наступила. Хорошо, идем. Владимир Маматов, пресс-секретарь компании «Ветчи». Я хочу еще напомнить, что наш разговор с Владимиром носит рекламный информационный характер, конечно же. И, кстати, номер нашего прямого эфира, 211-101. Если у вас вдруг возникнет вопрос, соображение, пожалуйста, позвоните и поделитесь. Это еще раз повторюсь. Прямой эфир, мы с вами пообщаемся. Ну, а теперь реклама. Поехали дальше. 12 минут у нас остается, но на общение с Владимиром Маматовым, пресс-секретарем компании «Ветчи». 211-101, номер нашего прямого эфира. Вспоминаю я все звонки в предыдущих передачах, которые были. И вот большинство из них, так или иначе, связаны с местами продажи, да, продукции «Ветич». И многие звонят и прям жалуются. Ну, не могут найти. Вот удобно человеку зайти в магазин, который поблизости, да, находится от дома. Ну, понятно, да, человеку хочется комфорта. Он не собирается весь город оббегать для того, чтобы найти любимый безалкогольный напиток. Ну, вот такая тема. С торговыми сетями это просто прекрасно, потому что это самая благодатная история, которой можно каждый раз, ну, уничижительно, издевательски, методично и спокойно описывать вот эту ситуацию. И она не двигается никуда. Ситуация, мы говорили об этом не раз, в том, что торговым сетям, в принципе, они клали на эту Кировскую область, на этих производителей, на все эти условия. В свое время, Никита Юрьевич, завел эти сети сюда. Но завел он их очень интересно. То есть, с одной стороны, это, конечно, плюс. Потому что понятно, что торговля оживилась. Это естественно. Конкуренция. Конкуренция, да. Мы же к конкуренции стремились, да? Ну, дело в том, что в моем понимании конкуренция для любого бизнеса – это хорошо. То есть, если она добросовестная, скажем так. Ну, безусловно. Если по правилам играют, да? Без каких-то там штучек, да, и подставления подножек друг к другу. Да, я вижу, у нас есть звонок. Давай его примем. Добрый день, вы в прямом эфире. Как вас зовут? Здравствуйте, Владимир Николаевич. Да, слушаем вас. Да, вот когда пиво делают, значит, обычное, там образуются не только спирты, но и чевушные масла. Ну, это известные вещи, так? Живей деятельности дрожжей. А когда пиво безалкогольное делают, как удается избежать образования чевушных масел? Спасибо. А вот как удается избежать чевушные масла? Спасибо. Вопрос ваш понятен. В одной из предыдущих передач ты, Владимир, рассказывал, как эта побочка вся нейтрализуется. И как раз сравнение, да, дело с продукцией транснациональных корпораций, где все это просто разбодяжено, и они вообще не обращают на это внимания никакого. Ну, они чистят, но это формальность косметика. Я объясню сейчас. Дело в том, что при холодном брожении, да, то есть когда у тебя температура порядка, там, сколько у нас, там, 6 градусов первые 9 дней, потом 21 день идет 4 градуса. То есть и на брожении, и на дображивании у тебя осевушные все, они, во-первых, не вырабатываются, потому что ты сразу, когда охлаждаешь СУСВА, ты охлаждаешь, грубо говоря, там с 98 до 6, причем очень быстро. Ты прекращаешь... И вот нюанс в чем. То есть когда начинается брожение, да, и есть доступ к кислороду, то есть дрожжи размножаются активно. Потом, когда они размножились, они вырабатывают углекислый газ. Углекислый газ тормозит как раз, то есть он останавливает это все, дрожжи не размножаются, и идет вот это бескислородное брожение, не помню, как оно правильно называется, и при низкой температуре у тебя севушные масла, вот эти примеси, есть название очень, какое-то название, емкое, обозначающее основной. Специфическое, химическое название. Совершенно правильно, я забыл. Это, честно, соединение, которое как раз является основной причиной вот этой неприятности с севухой, да, оно при холодном брожении, оно осаждается, и когда ты переливаешь надображивание, ты уже сбрашиваешь его часть, да, то есть отфильтровываешь. На дображивании 21 день. У тебя то же самое, оно обдоразуется, но когда у тебя идет, наконец, ледяная фильтрация, у тебя осаждается все абсолютно. То есть вот эти севуха, эти высшие спирты, так называемые, во-первых, их мерят на каждом этапе. То есть в вятиче, ни в одном из продуктов, ни при каких обстоятельствах, ничего похожего вы не найдете. То есть его там нет. Я специально, потому что я слышал несколько раз о том, что ой, разболелась голова после вашего-то вятича. Я специально бегал к технологам и спрашиваю, ребят, возможно? Говорят, нет, невозможно. Это полная чушь. То есть просто полная чушь, именно из-за того, что высших спиртов там практически быть не меньше. В общем, подытожим, простым языком выражаясь, не надо себе представлять, это вот как будто вот это огромные чаны, снизу газовая горелка. И все это при высокой температуре. Принципиальное различие, еще раз повторим, что все это в холоде делается. Да. Плюс шесть всего лишь. Если ты делаешь дома там, на конфорке это греешь, и бродит у тебя там на балконе, ну, неминуемо. Это просто неминуемо, у тебя сивуха будет переть. Если ты делаешь это правильно, ну, ребят, ну, собственно говоря, немцы столетиями это делали, они навострились, они прекрасно, все прекрасно выяснено, откуда, почему, как и в каком количестве берется. Нет, к вятичу это, в принципе, не применимо. Ладно, вернемся. То есть, ну, смотри, для того, чтобы понимать, надо знать холодное брожение и ледяная фильтрация. Вот эти две вещи, они отсекают возможность перемеси. Возвращаемся к взаимоотношениям с торговыми сетями. Вспоминается мне еще история, да, как, по-моему, Пятерочка, да, ты говорил, предлагала, вот вам местечко, вот ценник такой, живой потом, извините, ценник другой, что-то третий, четвертый, и так далее. Это был магнит, и это были холодильники, которые мы все-таки возьмем. Так, вот. Ты хотел узнать, как ситуация развивается. Возьмем, в каком плане мы, ну, сейчас переговоры пойдут, мы не получим прибыли, то есть, ту прибыль, которую мы получим от внедрения холодильников, мы истратим на аренду холодильников. То есть, как бы, шива на мыло, на скину трусы. С коммерческой точки зрения неинтересно, но с той точки зрения, что мы дадим потребителю возможность покупать продукцию вятич, а не кого-то еще в магнитах, это плюс, это мы сделаем. То есть, вот, это тот результат, тот результат, за исключением прибыли, которым вы намереваетесь. Мы подождем, с прибыли мы подождем. И самое главное, ну, да, магнит, там, несколько кулебитов у них было, они сначала просили, там, полторы или две тысячи, я вообще в восторге, фронум побежал тут же подписывать все это, мы соглашались. Потом выяснили, ой, это было за неделю, то есть восемь, ну, ладно, хорошо. А еще на следующий день они писали, что, нет, ребят, это вот восемь за это, а не совсем за то, что мы думали, а получается вот так. Давайте двадцать четыре. Двадцать четыре, так двадцать четыре. Мы поторгуемся, конечно, я думаю, что все равно там цена запредельная. Все магазины магнит попадут в этот. Я надеюсь, что да. Вот, а торговые сети вообще, это великолепные эквилибристы, то есть, причем периодически, как вот транснациональные компании, периодически говорят чистую правду, после которой, не знаю, что ли смеяться, то ли плакать, то ли стоять, то ли падать. Потому что, когда транснационалы, последнее было собрание в Союзе пивоваров, они выходили из его состава, и они говорят, мы же вот полка, полка в магазине, она же не резиновая, все не влезут в ответ на эту реплику. Представители транснационального спросили, ребята, вы что, покупаете полки? Говорят, да, конечно, покупаем. То есть, и дальше механика очень проста. Ты покупаешь полку, это все понятно, это не добросовестная конкуренция, на самом деле. То есть, ты просто продавливаешь деньгами себе место в торговой сети, ты не даешь потребителю альтернативы. Но, с другой стороны, нет никаких законных рамок для того, чтобы вот столько-то процентов полки должно на одного производителя быть, да? Нет ведь у нас таких норм ограничивающих. Нет, у нас законов нет таких. Решается все это, как все в России, в общем-то, решается посредством ручного управления. Есть регионы, в которых это ручное управление осуществляется, и оно работает. Мы с тобой говорили о татаре, о Татарстане, где Пятерочка, кстати, Пятерочка тоже очень смешная, где Пятерочка не хотела предоставлять полки для татарского завода Белый Кремль пива, они выпускают, безалкогольное, конечно. Дело в том, что в Татарстане прекрасно понимают, ну, это имеет смысл сто раз повторить, что акцизы с производства безалкогольного, разумеется, пива, всегда остаются в регионе, то есть в отличие от производства крепкого алкоголя, где акцизы уходят в Москву, конечно, а акцизы от производства некрепкого алкоголя остаются здесь. Так вот, Вятич в прошлом году, по-моему, 543 миллиона перечислил в местный бюджет. Акцизов только, это не считая налогов. Так вот, в Татарстане это прекрасно понимают и попросили, чтобы Пятерочка в своих 650-х, их, по-моему, было тогда по Татарстану, чтобы Пятерочка в своих магазинах 50% полочек предоставила под продукцию Белого Кремля. Пятерочка возмутилась этим отвратительным давлением практически, незаконным, в общем-то, у нас в законе не прописано, что я обязан вот это и вот это. Вот. На следующий день буквально был пойман несовершеннолетний, который хулиганским образом покупил у Пятерочки алкогольную продукцию. И тут же... Вот этой марки, да, ранее упомянутые? М-м? А, все, понял, понял, понял. Понял, понял. Понял, каким методом. Совершенно правильно. На следующий день как-то очень оперативно или сразу после задержания там министр, там надзорное ведомство в Татарстане тут же издал распоряжение о прекращении лицензии Пятерочки на торговле алкоголем вообще ввиду вот этого пьющего случая. Представители Пятерочки заявили, что мы возмущены и будем решать это законным и юридическим путем. Говорят, окей, конечно, это ваше право, ответили власти Татарстана и заинтересовались вопросом, что из 650 точек Пятерочки лицензию на торговлю алкоголем получают всего лишь две. Ну, как и в Кирове, собственно. Две компании, которые получают и передают свою лицензию в пользование остальным. Ну, собственно, им точки им принадлежат. А почему не получают, поинтересовались от Татарстане, почему не получают все 650? Это неправильно, надо исправлять. То есть, каждая пусть из них платит за лицензию. Прекрасное решение. А это несколько сот тысяч рублей. Это несколько десятков миллионов. А, несколько десятков миллионов? Это минимум. А почему у меня вертится цифра 300 тысяч? Нет, потому что стоимость одной лицензии, если я правильно помню, я могу ошибаться, порядка 60 с чем-то, да? Ну, 60 на 60. Вот, которую можно тиражировать, да? Да, да. Ты умножаешь 60 на 60, на 60, точнее, на 650 ты получаешь цифру, которая тебе нужна. Ну, красивые цифры. Да, да, да. 360 миллионов, по-моему, получается. Так, в этом районе. Вот. На следующую неделю пятерочка все поставила белой Кремль на своей полочке. Тут же лицензия была возобновлена. Странная история. Кинцидент исчерпан еще. Очень странная история. Та же история произошла в Пензе примерно. Кстати, губернатор Пенза недавно переизбрался. Прекрасно, совершенно, без проблем. Та же история произошла недавно в Ижевске, но уже с красным и белым. Тоже какое-то время, по-моему, 4 месяца, они посидели без лицензии на торговле алкоголем. И потом Глазовская водка встала на полке красным и белым. Все замечательно. Дело в том, что, к сожалению, вот это меня не очень радует. 20 секунд у нас. Но, к сожалению, другого способа работы с торговыми сетями не существует в России, кроме вот этого прямого ручного управления со стороны властей региона. И буквально вчера во время онлайн-конференции представители пятерочки так и заявили. Нам не нужны новые товары. Вы с новыми товарами не ходите в пятерочку. Это не то место, где какие бы то ни было новинки могут появиться. Вот вопрос, удастся ли нам сломать это все? Удастся ли нам как-то завоевать продукции ВЯЧа реальные региональные рынки? Вопрос интересный. Ну, в нашем случае, можно сказать, по принципу, вода камень точит. Я думаю, что... Безалкогольная камень точит. Безалкогольная будет точить. Точила, точит и будет точить. И будет точить. Владимир Маматов, пресс-секретарь компании ВЯЧ. На этом завершается наша сегодняшняя беседа. До вторника. Следующего прощаемся. Будем в это же время здесь. Ну, а вся подборка передач с участием Владимира ищите ее на нашем официальном YouTube-канале, на нашем сайте. Всего доброго. До свидания. Всего до свидания. Крупный план.